Доброго всем времени суток! Опять я решил поиграть в The Mighty Quest for Epic Loot. Прокачался мой герой, немножко я улучшил свой замок, попозже посмотрим, что же я там изменил. Ну и вот, смотрите, тут события кое-какие происходили за это время. Меня пытались пробить, и, в общем-то, кое-кому это удалось. Вот человек даже первый раз, в общем-то, умер, но потом вернулся и, так сказать, взял реванш. О, кстати, давайте посмотрим вот... Ну, в принципе, давайте вот на эту его попытку посмотрим, неудачную. Как же это было? Так, ну пока все вроде неплохо. Ага, ага, вот опасный момент. Да, и его убивает скелет гигантский. Такой мини-босс, я его все-таки прикупил, 2000 золотых за него отдал, и вот, как видно, не зря. Так, и рейнджер вот еще тоже погиб, но этот не вернулся. Этот не вернулся, не знаю почему. Может быть, просто набрал все, что хотел. Кстати, обратите внимание, у него куплен пэт. Ну и вещички, наверняка, тоже не самые простые. Ну вот, бутылки у него первого уровня. Так что, видимо, свой замок он не особо-то развивал. А вот персонажа качал. Заодно, кстати, посмотрим на рейнджера, вообще, что он может, лучник вот этот вот. Не знаю, будет ли у меня вообще какое-то желание заносить сюда реал. Не уверен пока что, мне, собственно говоря, и без доната пока что есть чем тут заняться. Ну вот, посмотрим, как же действует стрелок. Вот это вот, кстати, здорово. То, что можно посмотреть, какие обилки у него есть, что они, собственно говоря, делают, почитать все это. То есть, это не просто какое-то такое видео, а именно пустое. А вот... Определенная информация в нем есть. Я, кстати, не совсем уверен, сами ли игроки запускают вот эти вот запись видео, но, скорее всего... Вот этот, я имею в виду, значок, видеокепча. Но, скорее всего, это просто записывает куда-то туда в юплей видео. А вот при штурме каждый раз запись стартуется автоматически. Скорее всего, как-то так. По крайней мере, это наиболее логично. Ну, пока он идет довольно уверенно. И по времени, в принципе, хватает. Где же он умер? Я пока не знаю. Откровенно говоря, у меня надежда была именно вот на первой вот эти линии обороны. Дальше-то у меня, собственно, практически ничего и нет серьезного. Это, кстати, еще старая версия замка. Ну, промежуточная, назовем ее так. Так. Ну, не знаю, там уже дальше особо его ничего... Ага. Ага. Да. И вот поднятый шаманом зомбарь его-таки одолел. Ну, смотрите, он решил резнуться и продолжить приключения. До конца он, видимо, все-таки дошел, но вот награду не получил. Или погодите. Да нет, нет, вроде все пока нормально. Ну да, дойдет, скорее всего. В принципе, ничего ему тут особо не повредит. Но, как таково, штурм не состоялся. То есть, есть возможность у вас отхилиться. И вот... Да. Кладовые мы закрыты. Но попытка, так сказать, засчитана. Так. Ну и давайте посмотрим, что я тут со своим замком наделал. Ну, во-первых, я пристроил вот эту вот, собственно, комнатку. Это было видно на видео штурма. Добавил тут всяких разнообразных ловушечек. Плюс прокачал уровень своих добывающих вот этих вот колодцев. Какого они у меня сейчас, кстати, уровня? Пятого получается. И уже можно до шестого поднимать. Но я, пожалуй, повременю. Так. Построил еще тут два. Первоначально я думал оставить вот эти два. И, собственно, больше не заморачиваться. Но потом подумал, а почему бы не сделать так? Потому что мало ли, знаете ли... Ну, например, вот человек посмотрит. Вообще, как все это, так сказать, с моей точки зрения должно функционировать. Ну, это такая, знаете, прям идеальная ситуация. Ситуация. Забегает человек сюда. Ну, допустим, от этих он уходит. Убивает их. Смотрит. Тут, ага. Две таких более-менее похожи в комнаты. Игнорирует их. Бежит дальше. Вот здесь. Тут встречает некоторое сопротивление. Пробегает. Видит вот эти вот два колодца. С ними он, допустим, разбирается. Но видит, что у него значок, в общем-то, не выполнился. Не появилась звездочка. То есть, не разрушил он все колодцы. И тогда он возвращается и начинает, в общем-то, искать. Если повезет, ищет вот с этой комнаты. Ну, а дальше тут ловушки. Они его на некоторое время задерживают. То есть, все вот эти вот шкафы, вращающиеся вот эти вот... Господи, колеса хомяков вот этих вот. Ну, и потом он, вполне возможно, все-таки доходит. И, собственно говоря, уничтожает колодцы. Ну, на практике, конечно, это не так. И в основном люди ушлые довольно-таки попадаются. То есть, они сразу исследуют все. То есть, все ответвления. И, в общем-то, правильно делают. Так и надо. Вот. Особо из монстров, собственно, я ничего такого сильно и не покупал. У меня как-то не было на это особо ресурсов. Но, вообще, надо. Надо уже потихоньку обновлять, так сказать, свой зверинец. Поскольку вот эти вот жабы, они в таком маленьком количестве ничего особо не решают. Но! Мне попался один замок. Когда я, так сказать, у него набег совершал. Там было вот этих жаб, по-моему, штук, ну, 10 в одном месте сконцентрировано. И я как-то был такой весь, знаете, на расслабоне. И в меня залетели сразу там куча этих плевков от них. Я как-то так, не знаю, не увернулся, не подумал, что они серьезные. И, в общем-то, довольно сильно просел по ХП. Вот. На самом-то деле, пора уже жаб менять на вот эти вот вращающиеся штуки. Вот. Стаб Сосин. Звучит-то как стрёмно. Но, тем не менее, они довольно опасны. Особенно, если их несколько вас окружит. Они вплотную подбегают и начинают просто вас кромсать. Весьма действенная штука. Ну, и я думаю, надо пару еще боссов докупить. Например, вот куда-нибудь вот сюда его поставить. Потому что тут у меня все в основном стандартные ребята стоят. И тут практически защиты никакой нет. На ловушке, в принципе, надежды никакой. То есть, это такой, знаете, скорее развлекуха для тех, кто штурмует. Чтобы им совсем скучно не было. Вообще, кстати, радует меня сам принцип вообще вот игры построения. То есть, она не, так сказать, жестока по отношению ни к штурмующему, ни к того, кого штурмует. То есть, один получает награду в виде всяких дополнительных плюшек. Но и игрок, защиту которого пробили, он, в общем-то, особо много не теряет. Зато, в принципе, может посмотреть, где ему усилить, так сказать, защиту. То есть, это, в общем-то, развлечение, так сказать, для обоих сторон. Ну что ж, давайте что-нибудь такое сделаем. У меня, в общем-то, нет особо возможности ничего сейчас построить. В плане комнат новых. Единственное, что, может быть, что-то я улучшить могу. Так, ну, могу вот уже более серьезные такие бутыльки варить. Но я, честно говоря, как-то особо даже и не стремлюсь к этому пока. Так. О, давайте-ка мы, наверное, займемся крафтом. Перекуем вот эту вот всякую дребедень. Ее, правда, у меня немного скопилось. А, мне не хватит. Мне не хватит. Кстати, это странно. Дело в том, что в настройках есть такой очень неплохой пункт по автосбору лута. А, байпэт. Вот в чем проблема. Понятно. То есть, собственно говоря, наш питомец, которого можно себе прикупить, он будет собирать лут. Да, вот это я как-то пропустил, вот это то, что именно питомец собирает. Да, тогда это теряет всякий смысл. Я думал, это автосбор для, собственно, героя. Потому что он метет все подряд практически. И вот зачастую просто-напросто не хватает места. А, как можно заметить, расширить свой инвентарь можно только за вот эти вот изумрудики. Так. Изумрудики, кстати, достаются порой за выполнение каких-либо заданий. Я как-то не следил особенно, за что конкретно их можно получить. Но вот шанс есть. Так, давайте тогда я вот это вот все... Хотя нет, вот это продавать нельзя. Это же для крафта. Да-да-да. Это для крафта. Красочка какая-то выпала. А ну-ка, что за краска? Синенькая? Не, синенькая что-то как-то совсем. Ага. Потихоньку капают мне деньжата. Ну, совсем по чуть-чуть, откровенно говоря. Надо бы, конечно, побольше. Так. Сундук я себе могу улучшить? Нет. У меня второго уровня. А вот сколько... А этот уже третьего. Угу. Ну, слушайте, прям тут уже такие деньги пошли, дикие просто. Дичайшие. Да, 23 уже тысячи. Довольно серьезные уже затраты. Так что, в принципе, больше, по идее, я буду заниматься разграблением чужих замков, чем, так сказать, перестройкой своего. Так. Распродам, пожалуй, все вот это вот ненужное. Сейчас единственное, что посмотрим, что можно из зелененького, может быть, перековать в желтое. Ох, растраты, растраты, но посмотрим, может быть, хоть что-нибудь полезное будет. Вот, плащик 15-го. Ну, смотрите, неплохо. Неплохо. Тем более, что у меня сейчас пока что рыжий плащ, но 11-го. То есть мне надо расти. 12-го. Вообще мне надо проапгрейдить будет вот эту штуку. То есть надо подкопить. Да, и, наверное, мы так и сделаем. Сейчас пойдем в атаку. На чью-нибудь твердыню. Так. Ну, давайте вот на этого киллса, например, попробуем напасть. Давайте. Так. Ну и приступим. О, каминчик. Уютненько тут у вас. Коврики. Прям сразу золото. Скорее всего, я, кстати говоря, звездочку-то по времени не возьму. Я каждый раз, собственно, про это говорю. Уж очень велики, так сказать, шансы. Что я просто тупо не успею. Ребят, давайте-ка все сюда. Вот туда. Там вот чуть-чуть пожарит. Вот этих вот надо убивать сразу. Как только вы их увидите. Эти крутящиеся штуки. Так, всякая гадость раскидана. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, похоже, я не успею такими темпами. Но, в общем-то, лучше, так сказать, я буду... Ай-яй-яй. Ну, лучник наказал себя сам. Надо жрать. Надо жрать и отходить. Тихо-тихо-тихо-тихо. Разошлись тут, понимаете. Я стараюсь как можно реже использовать бутыльки. Как можно чаще хилиться при помощи шариков вот этих вот. Но оно получается-то не всегда. Вот в чем дело. Тихо. Да, по времени я уже явно не успеваю. Я слишком многих заагрил. С ними я разобраться не успею, наверное. Хотя. Нет, знаете, пожалуй, успею, но... Так, я где-то не добил, по идее, да. Да, я где-то не добил колодец один. Ну, тогда, в общем-то, уже не спешим. Просто изничтожаем оставшихся мобов. Где-то у него... Ага, напоролся. Молодец я. И второй раз напоролся. Считаю, как-то невнимателен совсем. Так, а где же у него еще колодец-то? Где же у него еще колодец? Вот здесь у него, видимо, да, колодец еще один? Сокрыт. О, слушайте, у него тут настроено много. Да, я, пожалуй, бы в любом случае не успел. Тем более, что я... Сейчас довольно, так сказать, сейвово пытался проходить это место. Да, вот это, кстати, отвлекающий маневр весьма неплохой. Идти довольно долго, время на это тратится. Можно, конечно, попробовать перепройти, но что-то мне не хочется. Что-то мне не хочется. Будем считать, что по времени он, в общем-то, меня обошел. Кстати, это самая, пожалуй, распространенная ситуация. Вот эта вот... Там, если вы обратили внимание, меня тоже, когда пробивали, там тоже довольно много вот таких вот вариантов. Именно, что... По времени именно неудача. То есть не все укладываются. Так. Давайте посмотрим, что я там награбил. Наверное, что-то все-таки же натаскал. Ну, кучу всякой дребедений. Белой. Ее лучше сразу скидывать. Поскольку потом может просто-напросто не хватить на что-то более полезное. В принципе, зеленую тоже можно выкинуть. Хотя я вот сейчас поторопился зря. У меня до 13 уровня перчаточки. 10-го можно вообще выкинуть. Это ж какого уровня? 9-го тоже зачем оно мне надо? А, я ж могу выкупить, да. Я могу выкупить. Я могу выкупить... 7-го, 10-го. Где они были там? Ага. Вот они. 13-го, да? Они ж или нет? Тут дело в том, что они еще так немножко подглючивают. Их получается. Да, вот они. Наверное. Ага. Шанскрита. А, ладно. Зря только я выкупал их. Так, стоп. 13-ый у меня. Но где-то тоже 13-ый. Слушайте, вот эти вроде как получше. Давайте их, наверное, наденем. Да, эти не так хороши. Там, конечно, кража маны есть. Ну, ладно. Думаю, обойдемся без этого. Так, надо туда вот эту штуку закинуть. А, в принципе, зеленый посох тоже отправляется. Так, 14. У меня тоже 14, поэтому нет смысла сейчас что-то менять. Соберем. Что тут мне понавыпадало за защиту? Вот, кстати говоря, это, наверное, глюк такой, потому что, не знаю, собрать вот эту вот единичку как-то не получается у меня никак. Не знаю, почему так. Хотя, возможно, знаете, что это? Вот что это, да. Да, я вот только подумал и нашел, когда гибнет вражеский персонаж, от него остается, собственно говоря, лут. И вот мы его сейчас и соберем, посмотрим, что он там с собой принес. Ресурсы, отлично. Вот это что такое было. Ну вот и сам разобрался. И продемонстрировал. Так. Вот этого вот типа купить 12, он, правда, занимает. Это мне нужно, это мне нужно кого-то убирать, кого-то слабого мне нужно убирать. Причем убирать в больших количествах. Я прям даже не знаю. Собственно, лучше, конечно, все-таки качество поднимать, но пока что особо нечем. Так, а что мы можем, что мы можем, что мы можем, может быть, в лаборатории скрафтить? Так, вот этих бы я бы сделал, циклопов, одного бы хотя бы, просто посмотреть. Ага, можно вот эту сделать. Так. Собачка, наверное, идет у нас отдыхать, поскольку она мне не особо нужна. А вот вращающаяся вот эту... А, стоп, вращающаяся штуковина. Да, видите как, она идет у меня за... Вот это вот, как он там называется? Ну, короче говоря, под гигантов. Да. Если я правильно перевел, по-моему, именно так. Так, вот эту мы краску сюда, кстати, перекинем. Давайте, пожалуй, лучника сделаем лучше. Куда его поставить можно? Да, можно, кстати, и сюда поставить. Пока что. Так, сейчас настроим тогда ему уже вот так. Ну, здесь они по дефолту вроде как нормально все обнаруживают. Так, дальше я особо ничего не менял. Ну и, в принципе, вот получается под завязку. Да, надо мне еще... А что мне надо? А мне надо расширять замок. Расширять, собственно, само сердце. Поднимать его в уровне. Либо просто убирать кучу мелких мобов и заменять на что-то крупное. Так, а как вот этих вот остальных, ребята, открыть? А, остальных можно открыть, проапгрейдив, собственно, вот эту штуковину. Слушайте, а что я это не сделал? Так. Экшн. Рулбэк. Нет, рулбэк не надо. А где он еще, этот рулбэк? А, вот он. Тогда соберем. Ммм, ну ладно. В принципе, нормально. Сейчас посмотрим, что нам откроется. Нам откроются бихолдеры вот эти вот, да? Да. Бихолдеры нам откроются. Бихолдеры, насколько я понимаю... Да, они стреляют. Стрелки. И могут телепортироваться. Очень медленная атака. Дефенс рейтинг 5. У кого еще у меня тут, собственно, этот рейтинг? Приблизительно такой, чтобы можно было их заменить. Дефенс рейтинг 3. Но вот у этих поединички... Я прям даже не знаю, где мне их попробовать поставить. Дефенс рейтинг 3. У этих 5. Вот как мы поступим. Мы, пожалуй, избавимся от жаб. От всяких. И вот сюда одного бихолдера засадим. Так. Что еще? Более сильная бочка со щупальцем. И можно песика. Можно еще песика. Но... Хотя, погодите. Песики, песики. А песики сами по себе третьего, да? Я же правильно понял. Где он там? Ну, покажи мне. Так, почему-то не хочет он. Да, третьего. Так что можно, в принципе, их менять. Вот мы сейчас это и сделаем. Так. Хотя это я, наверное, погорячился. В принципе, мне хватит. Ну, ну давай, их хватило. И нормально. Я, правда, не вижу, в чем их, собственно, разница. И, по-моему, это абсолютно такие же собаки. Нет? Бэтдог. Ну, покажи мне. Да, давай. Ладно, тогда мы вот так посмотрим. Собственно, 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 вот отсюда мы посмотрим. Ну да, 74, 157. А в лаборатории? 74, 157. Не вижу никакой разницы. Единственное, что их можно покупать, так сказать, вот прямо отсюда крафтить. Ну и ладно. Сделал и сделал. В общем, поменял практически все на то же самое. Так, вот этих можно бы поставить. Кстати, давайте, наверное, сколько они у меня? Две. Слушайте, так собак вообще можно убирать? В принципе-то. Хотя нет, я же хотел... Да, я коплю. Я забыл, забыл. Я забыл, что я коплю на гиганта. Так, почему-то не отменяется, а вот так нормально. Тогда. Собачек мы возвращаем. Что ж такое? Давай. Собачек мы, пожалуй, возвращаем. Вот сюда. Так, здесь все нормально. Да, вроде все нормально. Куча жаб вот этих. Кстати, их можно, наверное, и продать. Они мне вряд ли уже понадобятся. Интересно, а все можно продать как-нибудь, не знаю, через shift? Нет, нельзя. Через control, может быть. Нет, к сожалению, по одному приходится продавать. Так, у меня есть, кстати, какие-то мажорные бочки. По-моему, они с синими щупальцами. У меня-то с красными. Есть какая-нибудь разница? Не знаю. А, нет, точно такие же, да? Да, точно такие же. Единственное, можно их, так сказать, апнуть на короткое время. Но я не буду тратить ресурсы на это дело. Ладно, ладно, тогда, пожалуй, соберем с защитой доход. И, наверное, все на этом, потому что особо больше нечего. Вот, кстати, можно цыплят понасажать, но я в них вообще никакого смысла не вижу. Абсолютно. Они поединички, тем более, каждая занимает. Вот этого хочу открыть. Аура Гуардиан. Очень хороший юнит. Он дает защиту близстоящим мобам. Аура у него такая круговая появляется. Да, надо бы. Надо бы его открыть, кстати, а в покупке его нет еще. В покупке... А в покупке особо ничего и нет. А, в покупке, видимо, его и не может быть, по всей видимости. Или может. Я так понимаю, купить можно только каких-то базовых мобов, остальных всех нужно крафтить. Ну, по всей видимости, так. Так, ладно, тогда идем в атаку. Замок я тогда потом перестрою. Вернее, протестирую уже. Что тут, кстати, никто не пытался больше? Да, вроде никто. Ну, тогда я иду в атаку. Так. Ну, давайте вот сюда. Посмотрим. Что у нас тут? Две минуты. Да, придется тут повозиться. Благо, смог я пробить. Вот они, эти щитовики. Очень полезные ребята. Вот так вот парочку поставить. У меня бы там в проходе, вот в этом центральном, прям вообще бы они бы идеально, мне кажется, зашли бы хотя бы одного. Именно сзади, за баррикадами, может быть, даже поставить. И он бы мне там защитил. Вот этого небольшого босса моего. Так. Давайте сюда. Отлично, отлично. Ресурсы пошли. Ресурсы я люблю. Вот этот бихолдер. А я ее вызвал, вызвал, зараза. Это несущественно. Так, какое-то колечко получил. Телепортируется, однако. Так, ну это уже не совсем серьезно. Этот что-то какой-то отравленный. Видимо, на свою ловушку, на собственную, напоролся. Или я не знаю, что еще могло с ним произойти. Так, по времени, по времени уже. Поджимает меня. А вот это, кстати, хорошая идея. Надо таких ловушек себе накупить. Ловушек, которые тормозят. Именно перед... Вот этими... Штуками. Перед колесами хомяков. По-моему, идеальный вариант. Ну, как можно заметить, центральных мобов просто можно обойти. Единственное, что вот, конечно... Я просто вынужден... Их заагрить. Из-за этого я сейчас чую, я не успею. По времени. Из-за одной, из-за этой вот сволочи. Да. Ну ладно. Это не важно, на самом-то деле. Да, единственное, что, наверное, за три звезды я бы что-то хорошее получил. Какой-нибудь, может быть, артефакт. Да. Ну, ничего. Посмотрим, что я тут насобирал. Колечко. Ну, какое-то прям совсем никакое. У меня тут по два, по три эффекта нет. Пожалуй, хотя... Ладно, пусть пока побудет. Но вот белые вещи сразу в топку. Они не нужны. Так. Совсем скоро будет 15 уровень, кстати говоря. Вот еще белая шморка. Зачем она мне? Не знаю. Так. А что мне там надо было на, собственно говоря, гигантов на этих? Где они там есть? А, нужно больше вот этих вот, в общем-то, потогигантов. Больше надо. Ясно. Да, надо где-то доставать. Так, по поводу ловушек я хотел посмотреть. По поводу ловушек. Вот эту вот стену очень хочу. И мне, кстати, один раз мне выпадало вот этот Burn Hell. Это что? А, нет. Это название общей стены. В общем, вот эти вот сердечки. Или кровь. Это не знаю, что это такое. Ну, в общем, один раз оно мне выпадало. Но я успел ее подхватить. И меня, в общем-то, убили мобы. Это было очень обидно, но вот, по крайней мере, я увидел, что они падают просто так. Не обязательно покупать какие-то комплекты. Так. Я хотел посмотреть тормозящие. Тормозящие мины. Они тут есть вообще? Интересно. Так. Фаер майн. А, коррозив майн. Это неинтересно. Это все баррикады. Тоже особо интереса не представляет. Но я так понимаю, это где-то здесь должно быть. Фаер майн. Я, кстати, даже тут этого не вижу. А что что-то за... Да вроде и не тотемы. Не знаю, откуда они их берут. Может, они выпадают как-то. Фиг его знает. Ну да, я не вижу тут ничего пока что. Может, оно мне по уровню как-то недоступно. Но, не знаю, странно это. Так. Четыре штуки. За четыре штуки я ничего, наверное, проапгрейдить не могу. Единственное, что я могу себе купить еще одного скелета побольше. Но у него очень много там... Для него требуется очень много рейтинга защиты. Двенадцать. Да, в принципе, вот четыре-четыре можно троих заменить. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Посмотрим. Так. Джимбо. Почему я не могу купить Джимбо? Видимо, потому что он может быть только один, скорее всего, как босс. Я так понимаю. Ну давайте тогда посмотрим, что я могу тут еще скрафтить такого. Так. Смелл варьер. Это неинтересно. Да, пожалуй, придется этих ребят все-таки вернуть. Они, по крайней мере, себя зарекомендовали более-менее. Да. Ничего лучше пока у меня нет. Ничего не поделаешь с этим. Ничего, один влезет? Да, влезет. Единственное, что вот так надо поменять. О, другое дело. Так. А, ну и давайте пройдем тогда свой замок, что ли. Вот почему-то они начинают убегать. Не знаю почему. Может, я что-то не понимаю во всем этом деле. Ну вот эти вот кинулись сразу на меня. Что вроде как нормально. А вот почему те убегали, я не знаю. Или может, они подмогу побежали звать. Понятия не имею. Так, ну вот здесь я вроде более-менее удачно поставил эти мины. Каразийные. Оно, конечно, не сильно поможет. Но все-таки. В принципе, здесь они более-менее оправданы. Поскольку у меня тут защиты как таковой нет. Я об этом уже говорил. И хоть какая-то помощь моим мобам, охраняющим колодцы. В виде вот этих вот. Так. Сейчас еще не умереть бы, главное, от своих-то ребят. А бьет он, кстати, больно достаточно. Так что... Все в порядке. Да, тут пустой, конечно, коридор. Но... У других тоже такого хватает. Здесь, конечно. Всех, пожалуй, сагрил. Набафал, набафал. Это ему не сильно помогло. Долго иду, кстати. В том плане, что долго иду по, собственно, нерасторопности, а не из-за того, что прям тут какая-то хорошая такая у меня защита. Просто я хотел всех нагреть мобов. Ну, большинство, по крайней мере, с центрального зала, чтобы они не дремали в случае чего. Надеюсь, это поможет. Так. Замок мы закрепили. Теперь осталось собрать с него доход. Ну, и, наверное, на этом можно данный эпизод завершить. Вполне возможно, я буду время от времени еще снимать по этой игре какие-то видео. Ну, вот, пока что, так сказать, есть небольшой разгончик, поэтому решил парочку сразу заснять через короткий промежуток времени. Ну, что ж, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Продолжение следует...